Всем привет, добро пожаловать на YouTube канал Вулл Хоккей. В данном видео мы посмотрим обзор полуфинального матча Олимпиады 1998 года в Нагана между сборными России и Финляндии. Олимпиада в Нагана всегда будет стоять особняком в списке зимних игр, поскольку впервые в истории на одном турнире собрались все сильнейшие хоккеисты планеты. Национальная хоккейная лига прервала свой регулярный чемпионат, а составы всех национальных команд пестрили именами суперзвезд, от которых захватывало дух. Сборная России проходила непростой этап в своей истории. Несмотря на то, что главным тренером сборной являлся Владимир Юрзинов-старший, ехать на Олимпиаду отказались Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Малахов, Николай Хабибуллин, Сергей Зумов и Вячеслав Козлов. Виной тому были давние конфликты с ФХР. Но даже отсутствие этих суперзвезд отечественного хоккея не помешало достойно выступить сборной на турнире, которая полностью состояла из игроков НХЛ. Травма? Ну вот это бы не хотелось, конечно же. Миронов. Прошла шайба под финским игроком, который плюхнулся на лед, но и до нашего не дошла. Каменский слишком аккуратно сейчас сделал передачу на Буре. Жемнов. Где шайба? Гол! Гол! Ну что ж, прекрасно. Павел Буре, лучший бомбардир нашей команды, открывает счет в этом матче, забрасывает первую шайбу. Вы слышали, наверное, радостные крики. Здесь практически вся, ну не вся, малая часть редакции арена находится. Рядом со мной наш баскетбольный комментатор Николай Попов переживает, болеет за россиян. Все, конечно же, все, кто свободно сейчас от работы, да и кто работает, смотрят телевизор. Кто-то пришел сюда для того, чтобы поддержать нашу команду. Я говорю о представителях российского телевидения. Давайте посмотрим. Буре. Один бросок. Второй бросок. Сам Павел, сам пошел на забивание и забросил шайбу. Один ноль. В этом турнире смотрится восьмой номер. Хорошая передача. Нужно убегать Павлу Буре, реализовать момент. Бросок. Гол! Вот это здорово. Вот это русская ракета. Молодец Павел Буре. Прекрасный выход. И давайте похвалим хоккеиста, который делал передачу. Вот наши болельщики. Десятый номер Павел Буре. Это уже японцы. Они отдали своей симпатии десятому номеру нашей команды. Капитану сборной России. Смотрим повтор. Вот, видите. Один игрок силовый прием применяет, а второй отдает шайбу. В данном случае ассистировал Павру Буре Дмитрий Миронов, наш защитник. Вот то, что мы говорили. Может быть, я буду чуть-чуть банален, но вот это и есть наша школа хоккея, когда от защитника ждут первые передачи нападающие, которые уже как пружины, им только нужно распрямиться, только выстрелить нужно. Дмитрий Миронов и Павел Буре разыграли эту прекрасную болевую комбинацию. И контролирует шайбу. Защитник. Шайба уходит. И выход один на один. Гол. Гол. Третья шайба Павла Буре в сегодняшнем матче. Хет-трик. И седьмой гол Павла Буре на Олимпийском хоккейном турнире. Ну что ж, неспроста нам показали Хану Аравирта. Такая некоторая обреченность была в его глазах. Вот так наша команда забросила шайбу, практически находясь в меньшинстве, потому что уже вышел на площадке удаленный игрок Герман Цитов. Он тут пытался помочь Павлу Буре, но Павел, видимо, чувствовал в себе силы. Между щитков у Ярма Мюллица прошмыгнула шайба в ворота. 3-0. 3-0. Наши ребята выигрывают, а сыграно только 59 секунд на втором периоде. И вот они, два брата, Павел Старший и Валерий Помладшеву выступают на национальную хоккейную лигу. Москвичи, подпитанники центрального спортивного клуба армии. Чуть не прозевали наши ребята. Вот здесь защитникам нужно повнимательный матч-то еще не закончился. Это Кеме Ринтоне. Мог выйти один на один. Не вышел и шайба в воротах сборной России. Кимские болельщики, жены, подруги, знакомые, близкие кимских хоккеистов. Радуются Рейме Хелменен. Расслабились. Я думаю, что наши ребята просто расслабились. Не ожидали такого хорошего начала матча. 3-0. Да, понятно. Шайба летела мимо ворот. И от нашего игрока угодила в сетку. Вот, видите, над плечом Сергей Немчинов не кстати здесь оказался. Ну, я понимаю, что, конечно же, это нисколько не его вина. Просто так ситуация сложилась на площадке. А, в общем-то, атака не грозная. И никакой беды нам особой не предвещала. Таких атак за матч бывает, наверное, с десяток. Бросок. Гол. Ну, что же это такое случилось с нашей командой? 3-2. Фины. До одной шайбы сократили отставание в счете. 3-2. Так хорошо начали на 59-й секунде. Павел Буре отличился. Вот, Алиус Каспаратис применяет силовой прием. У нас на льду вторая пятерка. И что-то здесь вот... Наши защитники подрастерялись. Все раскатились. Оставили одного финского хоккеиста. Если я не ошибаюсь, это... Кима Ринтонин. 25-й номер. Да. Подача Яри Кури. В 6.30 сыграли во втором периоде. Спокойно. Нужно спокойнее. И вот видите Кривокрасов. За удар клюшкой соперника. Хорошо, что у того шлем на голове. А так бы мог, как шашкой голову напополам разглубить. Тимманину досталось. Идите Кривокрасов. Водочка шайба, но по-моему удар был неумышленный, так получилось. Но получилось очень неудачно для нас. Две минуты. Три. Два. Наши ребята выигрывают. Очень здорово начали этот период на 59-й секунде. Играя в меньшинстве, Буре забросил свою третью шайбу в матче третьей сборной России. И вот видите, все-таки выпустили селяне. Наигранная комбинация также, примерно так же финны забросили шайбу шведам. И точно так же, точно так же они забросили нашим. Койву-селяне. Вот эта связка, которую нужно держать. Безусловно, о этой связке говорил Владимир Юрзинов. Проигрываем период. Проигрываем период 1-3. Дорого нам обходится удаление. Вот Каспаратис падает. Но что толку в этом? Передача на Койву. Посмотрите, как здорово финны разбрасывают. Наши только летают за шайбу из перепасу Тиему Селяни. Может быть, слишком близко прижали с воротом. Может быть, забыли про Селяни. Может быть, забыли про эту связку. Но она у нас у всех как-то вылетела из головы. Еще по шайбе Дорио Скаспаратис не попал. Но как бы то ни было, счет этого матча 3-3-3-3. И вот так радуется отец Тиему Селяни. Удаление. Все правильно. Все правильно. Это Линд, 19-й номер. Неверно атаковал Алексея Морозова. Да. Сто процентное нарушение правил. Ну вот. Я думаю, что даже если мы не разыграем этого лишнего игрока, что-то случилось. Главное, чтобы финны почувствовали наш напор, наше давление. Каменский. У этого игрока прекрасный щелчок. Получше, чем, наверное, у защитника. Каменский как долго держит шайбу. Но все сделал правильно. Вот теперь встали. Павел Буре занимает место рядом с вратарем. Каменский выбирает, кому сделать передачу. То ли сыграть через игрока обороны. А может быть, самому бросать передачу в угол площадки. На пятачке я вижу, что сейчас находится Миронов. Бросок. Где шайба? Гол! Гол! Шайба влетает в ворота. Ну вот видите, ее потеряли все. Кроме игроков сборной России. Она выскочила. Это вот уже группа поддержки супруги, жены наших хоккеистов. Переживают, волнуются. 4-3. Наши разыграли лишнего игрока. Второго лишнего разыграли. Давайте посмотрим, кто же забросил эту шайбу. Мощнейший бросок. Все потеряли шайбу из виду. Кроме Жемнова. Кроме Жемнова, который забросил, единственный хоккеист, который забросил, благодаря его помощи, Доминика Гашика два раза распечатали. У него второй гол на турнире у Алексея Жемнова. Московский «Динамовец» как раз становился чемпионом Содружества независимых государств под руководством Владимира Юрзинова. И он выводит нашу команду вперед. 4-3. Интереснейший матч. Технично. Еще раз технично. Это Валерий Каменский. Селяне. Бросок. Гол. 4-4. Ну вот видите, все-таки тему Селяне и Койву сделали свое черное дело для сборной России. Техничные игроки настроены на гол, на победу, на игру. Вот сколько неприятностей доставила нам эта тройка. Селяне Койвы легче не менее. У Саров его обходит тему Селяне. Выбивает шайбу Михаил Шталенков, но выбивает недалеко. И прямо на клюшку Саку Койву, капитану сборной Финляндии. Бросал под неудобную руку для вратарей, в которой находится клюшка, в которой находится вот этот щит. Блин для отражения шайб. И попал в самый угол, как молния черная сверкнула. 4-4. 4-4. В голокинальном матче Россия-Финляндия. Наши убегают, финны все время догоняют и сравнивают счет. Ну, может быть, это и хорошо вот в этом моменте, что потому что момент-то был такой скользкий. Хотя, конечно, хорошо в какой степени и гол. Неожиданный гол. 5-4. 5-4. Наши ребята выигрывают сборной России. И, как вы помните, не выиграли. Убежит Буре. Убегает. Его цепляют. Но Павел убегает. И далеко, чуть-чуть далеко спускает шайбу. Но она попадает в ворота. К огромной радости наших болельщиков. Счет становится 6-4. И после броска Павла Буре счет становится 6-4. 6-4 наши ребята выигрывают в полуфинальном матче. Но еще. Еще играть 4 минуты и 2 секунды. Но уже выдышать стало легче. Справа Павел. Это четвертый гол его. Третий выход 1 на 1. Защитник не рискнул сыграть на удалении. Может быть, зря. Как здорово, как здорово. С дриблингом обманул. Развел вратаря Павел Буре. Посмотрите. Мягким, мягким движением. Убрало между щенками на противоходе. Видите, Павел даже в полуфинальной борьбы. Он не может успокоиться. Так же, как и оператор, который показывает сегодняшнюю встречу. Все волнуются, все переживают. Ну, предыдущая игра. Канада, Чехия тоже была очень интересной. Тоже очень драматичной. И дело дошло даже до булитов. Но вот здесь больше заброшенных шайб, а болельщик. Болельщик, конечно же, идет на хоккей для того, чтобы посмотреть голы. Яшин. Шайба вдоль борта. Буре бросает поворотов. И гол! Полуфинал на играх 98-го года стал одним из самых ярких хоккейных воспоминаний современности. Россияне в блестящем стиле обыграли селяне и компанию, а капитан Буре забил пять голов матча. Таким образом, в матче за золотые медали сборной России предстояло встретиться со сборной Чехии, которые в другом полуфинале в драматической серии булитов победили канадцев. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.